МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На фотографиях моя прабабушка. Я захотела принять участие в этом проекте, потому что я считаю, что без знаний своего прошлого не бывает будущего. В этот проект я пришел благодаря моей учительнице, которая предложила собрать информацию по поводу прадедушек, прабабушек, дедушек, бабушек, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Я решил принять участие. Чтобы запечатлеть память о моем прадедушке, который участвовал в Великой Отечественной войне. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можно сказать, что я в этом проекте родился. Моя мама историк-краевед. И именно она привила мне любовь как к истории, так и к своей семье. И все вот эти два качества я объединил в этом проекте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проект называется «Великая Отечественная война. Семейные истории». Уже по названию мы понимаем, о чем идет речь. Первая часть – это война, конечно. Но мне бы очень хотелось, чтобы вы увидели и почувствовали события Великой Отечественной войны через призму именно родных и близких для вас людей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Война затронула каждого из нас. В моей семье погибло 11 человек. И для меня, как для потомка, очень важно сохранить эти имена, увидеть подвиг этих людей, самоотверженность этих людей. И мне бы хотелось, чтобы вот эти ощущения пережили и вы. Я собирала все эти данные по домашним архивам. Фотографии, истории. Пока еще была возможность, конечно, мы узнавали у бабушки про ее маму. Здравствуйте. Я Маша Бложкина. И я составляю родословную своей семьи. Моего прадедушка зовут Денисов Герасим Семенович. И когда он встретил Великую Отечественную войну, ему было 23 года. Он служил в 425-м полку, 110-й стрелковой дивизии. Меня больше всего поразило то, что сейчас эту дивизию называют мертвой, потому что практически никто не выжил после того, как они обороняли город Могилев. Всем привет. Меня зовут Максим Рыжков. И я участник молодежного поискового отряда Т-34. Изучая историю своих предков, я переобрел прошедший сквозь десятилетия бесценный опыт истинного героизма, самоотверженности и любви к простому человеческому, к самим людям. К пример могу привести своего прадеда, Беляева Василия Даниловича. Он был призван в 1940 году в возрасте 19 лет. Начиная с 1941 года он воевал на Западном фронте в составе 32-го автомобильного полка, а с августа 1943-го на 3-м украинском фронте в составе 839-й отдельной автомобильной дивизии. Здравствуйте, я Беляев Максим, участник проекта «Великая отечественная война. Семейные истории». Мне хотелось посмотреть, что наша молодежь знает о своей истории, что она знает о семье. Почувствовала, увидела, что на руках у жителей Могилева хранится в семейных архивах материалы, которые были бы интересны историкам. Я уверена, многие из нас носят имена этих людей, потому что мы названы в честь тех, кем гордится наша семья. Я с большим трепетом отношусь к ветеранам, к их наградам, к их истории, к их дневникам. И когда я вижу, что у вас в семьях формируются, воспитываются те же чувства, вот это бережное отношение к своей семье, к своей истории, то, мне кажется, можно быть спокойной и за нашу страну, и за нашу родину, потому что вы продолжите то, что вас вложили в ваши мамы, вложили в ваши папы. Вы вот эту вот линию своей генеалогии, своей семьи сохраните и, думаю, что попытаетесь, чтобы это хранилось и в ваших семьях, и в последствиях, в последующих поколениях. Моя прабабушка застала войну еще ребенком. Ей было 9 лет, и она не любила рассказывать про это время, потому что ей было очень-очень страшно про это рассказывать. Ее всегда на нее нахвынували эти воспоминания. И когда война закончилась, она работала наравне со взрослыми. Ее деревня была практически разрушена, и все приходилось начинать заново. И все это она рассказывала. Когда я читал его дневник, меня больше всего поразило то, что он ходил рядом со смертью. Когда они отходили из Могилева, то по ним произвели авиаудар, и ему осколок, который разорвавшийся бомбой возле него, попал ему в голеностоп, и он не мог ходить. Его товарищи ему сделали все, что они могли, перевязали ему рану, и он уже думал, что все кончено, потому что они еще параллельно этому встретили дивизию немецкую. Но потом к нему подъехал на коне солдат и забрал его в деревню. На своем коне отвез и положил в хлев возле школы на Сенавале. Самое, что интересно, в нашей семье воевали не только мужчины, но и женщины. Именно благодаря этому мой прадедушка, воронежский казак, встретил мою прабабушку Марию Григорьевну Чемилеву. По окончанию войны он приехал не к себе на родину, а на родину жены, сюда, в Беларусь, в город Могилев, где у них родился мой дедушка Валентин Васильевич. В первый том у нас вошло 594 биографии. Сегодня мы издаем вторую часть книги, куда войдет 450 уже, 4 биографии, но каждая из них это страница, свой взгляд на историю Великой Отечественной войны, а самое главное, это неповторимые воспоминания. Когда началась война, они с мамой, с маленькой сестричкой Валей жили в землянке. Когда началась война, ее отец ушел на фронт. Он пропал без вести 41-го года. Слухи распространялись очень быстро и узнали, что в деревне Ахим есть раненые бойцы и жена Герасима Семеновича, Нина, она решила посмотреть, вдруг ли там есть ее муж и, наконец, с другими женщинами начала выдвигаться к нему и оказалось, что да, он там есть. Она его забрала и отвезла обратно к себе в деревню, где она жила. И на следующий день в Ахим пришли немцы и расстреляли всех, кто там был. В нашей семье война затронула 11 человек. Как пример можно привести моего прадеда Микулища Ивана Ивановича, который погиб в молодом возрасте при обороне города Гомеля. Также стоит упомянуть, что одна из моих прабабушек была сожжена зажива вместе со своей дочерью в школе. Вот когда я подсчитывала, сколько мы смогли восстановить биографии ветеранов, вы знаете, тысяча пятьдесят человек, имен узники, люди, находящиеся под оккупацией, ветераны, тыловики, которые голодали, но работали и последние отдавали на фронт. Вот когда ты прочитаешь вот эту вот всю книгу, тогда у тебя формируется вот осознание того, что эта победа, она действительно общая. Мою прабабушку зовут Громова Наталья Матвеевна. И когда они прятались в лесу, рядом с ними взорвался снаряд. Он упал настолько близко, что ее засыпало землей. Когда прабабушка засыпала землей, она потеряла сознание. И ее чудом успели спасти. Ее спасала маленькая сестричка Валя и ее мама. Моя прабабушка помнила этот случай всю ее жизнь. Она просыпалась по ночам, потому что вспоминала этот ужас. Только благодаря тому, что ее успели спасти, я живу на этом свете. После того, как его забрали, его папа спрятал в мини-пещере, которую он вырвал в погребе. И каждый вечер приносил ему туда еду, чтобы, когда приходили немцы, они его не смогли увидеть и не забрали. Но подходило все к зиме. И уже зимой Герасим вышел на улицу и пришли немцы с полицаями и их забрали с его отцом. Мой прадедушка с его отцом после этого случая попали в концлагерь. Они там пробыли до 1945 года. Это были очень мучительные, очень страшные для них времена. И даже когда его уже освободили французские войска, у него с этого концлагеря осталась вилка, который он всю свою дальнейшую жизнь ел. Это было для него очень ценный предмет. И он остался по сей день. И я считаю это нашей семейной реликвией. Одна из историй, которая меня впечатлила и в которой я увидел дух своей семьи, произошла с моим прадедом, Булаем Дмитрием Федоровичем, который встретил войну не на фронте. Он работал инженером-землеустроителем в городе Белосток. В тот момент он занимался строительством аэродрома, когда в 1941 году немцы начали бомбежку. Он вспоминал, что аэродром строили два года, а немцы разбомбили его за 20 минут. С города Белостока он отправился в город Могилев. Пешком, преодолев 530 километров, он ужаснулся, поскольку увидел разоренные и сожженные деревни, трупы мужчин, женщин и детей на дорогах. Несколько раз немцы хватали его, чтобы расстрелять, но единственное, что его спасало, что он не был пострижен, а значит, не был солдатом. Но он не просто шел в Могилев, потому что того так хотел. Он шел туда, потому что там его ждала старая мама, а также две сестры и два племянника, за которые он чувствовал ответственность, поскольку их отец находился на фронте. И слава Богу, что мой прадед дошел до Могилева и пережил эту страшную войну. Каждый народ, он хочет иметь героев, на которых можно равняться, которыми хочется гордиться. У каждой страны такие герои есть. Наши герои, они не былинны. Это наши деды, это наши прадеды. И нам остается самая малость это сохранить память об этих людях и сохранить память об этих подвигах. И самое главное, это наш генофонд. Мы ведь потомки победителей. генофонд. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok